Друзья, сейчас у нас будет такой тройной блиц. Три десяти минутки от наших партнеров, у каждого из которых получились очень интересные, выдающиеся результаты и очень интересная история. История направления Bittrex 24, каким образом оно или формировалось, или добилось действительно выдающихся тех самых результатов. За счет чего это получилось? Первым я приглашаю на сцену Владимира Севрука. Интер в чем? За последние несколько лет, ну буквально года два, наверное, компания информатика и сервис сделала огромный рывок в продажах Bittrex 24. Я это с особенной гордостью говорю, потому что компания информатики и сервис петербургская компания, а рейтинг, в котором мы сейчас видим лидирующие позиции, он рейтинг общероссийский. Поэтому, во-первых, мои поздравления с большим достижением. А во-вторых, секрет, который может уложиться в 10 минут, для того, чтобы кто-то мог его повторить или не мог. Кейс-история. Это чистая магия, Миша. Я сейчас расскажу про это. Мой доклад называется «Черный лебедь. Продаж Bittrex 24». И как его поймать. И почему «Черный лебедь»? Ну, собственно говоря, термин «Черный лебедь» всем стал известен в этом мире благодаря вот этому человеку. Это Насим Талеб. Я думаю, многие из вас читали его книжку, в которой он сформулировал теорию про какое-то важное событие, которое происходит в жизни страны, общества или отдельной компании. И суть этого события в том, что оно происходит совершенно неожиданно. Результатом этого события колоссальный какой-то прорыв возникает. И потом, когда все оглядываются назад на это событие, то у всех всегда есть рациональное объяснение. Ну, мы же все специально делали для того, чтобы это случилось. Так вот, в случае с тем, когда я оглядываюсь на историю компании «Информатика и сервис», которая произошла в период последних трех лет, 2014, 2015, 2016 годы, я понимаю, что все, что с нами случилось, это цепочка прилетевших черных лебедей. И я вам расскажу о том, что мы делали для того, чтобы эти черные лебеди прилетели к нам. И, собственно говоря, как мы их поймали. Мы стали партнером компании «Один из битрикс» в 2013 году. И в 2014 году мы начали активно продавать битрикс24 в середине года. И для того, чтобы начать это делать, нам удалось пригласить на работу крутого руководителя отдела продаж. Как это получилось, сейчас уже сложно объяснить, потому что всех фактов в памяти не восстановить, но отчетливо я понимаю, что это была удача в чистом виде. То есть я, безусловно, делал какие-то шаги для того, чтобы пригласить на работу человека, который будет руководить продажами в нашей компании, но именно такого человека мне удалось получить. Ну, я считаю, что это была чистая удача. Дальше мы, естественно, начали заниматься продажами битрикс24. Сначала мы занимались холодными продажами. У нас было несколько менеджеров молодых без опыта работы. Мы обзванивали потенциальных клиентов. В общем, все как у всех. Но параллельно с этим я где-то примерно осенью 2014 года начал думать о том, что мне бы хотелось в компании еще сделать собственный отдел разработки, который бы делал в первую очередь приложение под битрикс24. И мне пришла первая идея в голову сделать приложение в первую очередь для собственных нужд. Мне не хватало определенного функционала в облачном битрикс24, а мы тогда пользовались именно облаком. И мы начали делать собственное приложение под названием база знаний. Мы начали где-то в ноябре. Там примерно полтора месяца мы его разрабатывали. Но что-то нас отвлекло. В общем, проект как-то так пошел не очень хорошо. И мы его отложили. В первом квартале 2015 года мне, как директору компании, стало понятно. Холодные продажи битрикс24 идут с большим скрипом. Я не получаю той выручки и той прибыли, которую я ожидаю от этого направления деятельности. И в этот момент я начинаю думать, а как нам вообще говоря увеличить поток входящих лидов. Тот поток, который создавал отдел продаж с помощью холодных звонков, его было недостаточно. И примерно в этот период времени я придумал для себя такую модель монетизации, что вот мы сейчас сделаем бесплатное приложение, хорошее, для облачного битрикс24. Его начнут ставить клиенты. Естественно, они оставляют за собой контактную информацию. Мы начнем с этими клиентами как-то коммуницировать. И все это в конечном итоге будет приводить к тому, что мы будем продавать им битрикс24. Да, такую модель я для себя придумал, но я совершенно тогда не предполагал, получится так сделать или нет. Будет ли успех у этой бизнес-модели или нет. И дальше произошла вот та самая цепочка событий, которую я называю прилетом черных лебедей в нашу компанию. Потому что если бы этой цепочке событий не случилось, то мне совершенно непонятно, удалось ли мне бы реализовать ту бизнес-модель, которую я придумал с этим приложением. То есть это абсолютно неизвестная для меня тогда была история. И она могла бы развиваться совершенно по-разному. В апреле 2015 года компания 1S Bittrex объявила первый конкурс приложений для облачного битрикс24. И мы уже тогда имели приложение база знаний, оно было до какой-то степени готово, но еще до конца не доделано. Но я тем не менее отправил заявку на этот конкурс. Заявку я отправил, и что-то меня отвлекло, естественно. Дальше. Всегда у директора компании куча всякой работы. И в итоге меня это отвлекло. Я забыл про отправленную заявку. И потом случилось вот именно то, что написано на слайде. Позвонил черный лебедь. Черным лебедем оказался сотрудник компании 1S Bittrex по имени Денис Донченко. Он тогда работал в компании. Он мне позвонил и сказал, Владимир, ну где же ваше приложение на конкурс? Я говорю, ну что-то мы его не смогли доделать. Он говорит, ну слушайте, надо доделывать. Прямо срочно. Потому что приложений на конкурс прислали мало, и нам нужно больше приложений. Давайте доделывайте. В итоге я два дня с разработчиками лично сидел, доделывал это приложение уже до финального релиза, чтобы его можно было выложить в маркетплейсе, чтобы нам его промодерировали и так далее. И 29 мая мы выпускаем наше приложение База знаний. Приложение очень примитивное. Оно с тех пор мало как изменилось. Вы можете его, кто не знает, посмотреть в маркетплейсе. В первый месяц жизни этого приложения мы получили 500 установок. И в первый же месяц мы сделали с этих лидов, ну то есть 500 установок, для нас это 500 лидов. И в первый же месяц, в июне 2015 года, мы сделали первые 6 продаж, получив выручку 180, там с чем-то тысяч рублей. Ну вот я вчера, нет, позавчера, когда сделал презентацию, я посмотрел, что мы в итоге из этих 500 первых лидов, да, в итоге сделали 32 клиента, которые сделали у нас неоднократную покупку Битрикс 24 за прошедшие 2-1,5 года, да, ну вот первые покупки принесли нам почти 600 тысяч, 550 тысяч рублей. И вот приложение База знаний, оно и стало для нас тем самым черным лебедем. По сути, это такой был стартап внутри Битрикс 24, который выстрелил для нашей компании. И дальше я понял, что это очень хороший способ лидогенерации. И за период примерно через год после этого, до середины 2016 года, мы выпустили порядка 6 приложений, которые дали нам в общей сложности порядка 10 тысяч установок. Естественно, сюда нужно добавить системную работу нашего отдела продаж, потому что мы работаем не с каждым лидом, который поставил наше приложение. Это системная работа, которая включает в себя хорошо проработанный процесс продаж, постоянный коучинг сотрудников отдела продаж нашим руководителям. И в итоге мы за вот эти вот последние полтора года, начиная где-то с середины 15-го года, нам удалось выйти в лидеры продаж Битрикс 24, как облачного, так и коробочного. В общем партнерском рейтинге. И Насим Талеб в своей книжке рассуждает на тему того, вообще можно ли ловить черных лебедей регулярно, да? Можно ли повторить, то есть можно ли прийти к успеху на основании какого-то прошлого опыта? И он дает в своей книге такой ответ, что нет, нельзя. Человечество не может прогнозировать свой успех, свое развитие на основании прошлого опыта. Точно так же я задаю себе вопрос, можем ли мы дальше повторять вот этот успех, который мы достигли с помощью разработанных нами приложений, за счет получаемых лидов и так далее. И у меня нет однозначного ответа, будет ли эта стратегия работать дальше. Но последние три года предпринимательской жизни меня научили тому, что самое важное это делать большое количество разнообразных попыток что-то создать, что-то придумать. И если делать большое количество таких попыток, то, возможно, черный лебедь прилетит еще не раз. Спасибо. Продолжение следует...